Лабораторные колбы, нарезанная тыква и слабоалкогольные жидкости. Меньше всего ожидаешь увидеть все это в стенах вуза под названием «Технический». Но мы на кафедре технологии бродильных производств и виноделия, где даже у пены научное назначение. Смотрите, здесь в образце контроля у нас идет без добавления радиолы розовой, и здесь в двух образцах с добавлением радиолы розовой. Здесь идет больше пенообразования. Это происходит за счет нашего экстракта, который мы добавляем, который вносит дополнительные микробиологические вещества, которые улучшают пенообразование и вкус напитка. Шесть новых продуктов разработали в этом году ученые и студенты вуза. Некоторые еще в процессе доработки, другие готовы к производству и запатентованы. К примеру, эти два пенных слабоалкогольных напитка. Работники кафедры говорят, им важно не просто придумать очередную разновидность популярного продукта, но максимально наделить его полезными свойствами. Мы в данном случае часть зерновых культур заменяем овощными культурами, которые более полезны, которые обеспечены как витаминами, так и сахарами, которые легче усваиваются организмом человека и более полезны. К примеру, хмельную горечь здесь заменил моржевельник. Другой вид напитка содержит пантокрин, стимулирующий, как уверяют разработчики, выработку полезных для мужчин гормонов. Также в меню вино из местного алтайского винограда, армейские сухарики, кисели, мармелад. У каждого своя изюминка, так или иначе связанная со здоровым образом жизни. В ближайших планах представлять продукты на российских выставках, в расчете на то, что производители заинтересуются алтайскими вкусностями. Ведь пока больше востребованы чисто технические разработки политеховцев, которые активно используются, к примеру, в металлургии, строительстве и военной сфере. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.